здравствуйте дорогие телезрители ну что мы продолжаем ездить по поселениям в этот раз как видите ягодка совхоз имени ленина то есть я сердечко все такое люблю ягоды и совхоза имени ленина но мы сюда приехали для того чтобы проверить ответит ли на 5 каверзных вопросов в поселении совхозе имени ленина узнавать сразу отвечу не знаю не отвечу вам не знаю я не смотрю пара олимпийские игры здрасте представьтесь пожалуйста татьяна очень приятно меня кирилл зовут ну что татьяна 5 вопросов всего задаю поочередно и потом свой ответ оценивайте минимум в один балл максимум в 5 вопрос первые с каким иностранным государством россия имеет две отдельные линии государственной границы понимаете орешей такое вот вот у нас вот на начале в одной части если линии государственной границы под руку junto если линия государственной границы как вы думаете каким государством сразу отлично не знаю вот смотрите а я давайте вам подскажу это вот Вот средняя, скажем так, часть ближе туда. Вот одна часть Урала, вот так вот, да? А другая часть уже туда, ближе к Дальнему Востоку. С каким мы таким государством можем? С Дальним Востоком, наверное. Ну, одна часть на Урале, а другая часть на Дальнем Востоке. Как вы думаете? С каким таким государством? А, с каким таким государством? Мы что с ним сейчас активно дружим? Активно с Китаем? Как вариант. Китай, видимо. А на сколько от одного до пяти? Ну, три, может быть. Это действительно Китай, да. Вопрос из темы Великой Отечественной войны. Согласно приказу Сталина, перед Сталинградской битвой трусы, паникеры подвергались этому наказанию на месте какому? Стрелу. От одного до пяти? Два, наверное. Можно? Три. 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 Это действительно так, расстрелу они подвергались. Третий вопрос. Шесть баллов в вашем активе. Смотрите. Взяв Казань, Иван Грозный для привлечения на свою сторону знатных татар стал награждать их богатыми подарками. Чтобы получить побольше в дар от царя таких подарков, многие из татар начали прикидываться сильно пострадавшими во время войны. И именно этот факт явился причиной возникновения одной известной фразы. Какой? Он взял Казань. Взял и что? Взял. И в Казани начали прикидываться, что вот они пострадали, что они все такие. Фразы из двух слов. Не счастливее. Не счастливее. Казанская. Русь. Не. Ну. Не знаю. Я вот не отвечу вам. Не отвечу. Правильно ответить. Сирата Казанская. А, вот я знаю. Фраза. Это не приходит в голову, честно. Ничего. Так. За всю историю, за всю историю, только три правителя в нашей стране, ну вообще за всю историю, были удостоены звания Великий. Один, первый, это Иван Третий, потом Петр Первый и еще один правитель. Кто у нас? Александр Второй. Нет, ну это, давайте я вам подскажу, это не мужчина, это женщина. Екатерина Вторая. Екатерина Вторая. Да. Великая, да? Да. Насколько уверена? На пять баллов, наверное. На пять баллов. Это правильно. Это действительно так. Ну что, последний вопрос. Эти велосипеды в настоящее время в основном используются для пары Олимпиад, где одним из спортсменов должен быть зрячий. Однако в 1908 году, а затем в 1920-1972 годах гонки на них были включены в программу олимпийских играх. О каких велосипедах идет речь? Не знаю, я не смотрю пары Олимпийских игр. Не, ну вот как раз вот в эти три года были включены эти гонки на этих велосипедах, были включены в основное соревнование. Валиды могут передвигаться только на трех колесах, наверное. Ну вот как они называются точно, я не знаю. Ну вот как они выглядят? На трех колесах, да? Ну, примерно, да. Понятно. Ну а здесь здоровый спортсмен, где он там находится? Ну, они, возможно, двухместные такие как-то. Так, двухместные. Двухместные? Да. Ну, а как они выглядят? Хотите, чтобы я описала этот велосипед? Ну, хотя бы. Или как он называется? Тут я не знаю. Не, ну а как вы... Ну, описать его, как он вообще выглядит? То есть на трех колесах? Два передвижения. И два сзади. Два сзади. Да. Понятно. А насколько уверены? Не знаю. Не знаете? На два нас. Понятно. Значит, смотрите. Это называется тандемные велосипеды. У них всего два колеса. Да. Видели? Сидит один человек сзади, один человек впереди. Вот. Вот это называется тандемные. Сейчас они используются в Паралимпийских играх. Ну, вы на три вопроса ответили, а два, к сожалению, не ответили. Спасибо вам огромное за участие. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания.